Катя Всем привет! Ну вот пришло время расставаться с моей Canon M50 Сегодня я отправляю ее новому владельцу А вам я расскажу Почему же я перешел на Fujifilm И чем же меня не устраивал Canon M50 Для меня эти камеры во многом похожи Они обе имеют отворотный дисплей И имеют компактный размер Что позволяет их брать С собой в путешествие Отворотный дисплей дает возможность тебе снимать Себя и видеть что происходит в кадре А также если ты хочешь снять очень низко Например этот отворотный дисплей Также можно смотреть сверху Это удобно очень Обе камеры имеют вход для микрофона Вот здесь сбоку Ты можешь подключить микрофон Поставить его на башмак И писать качественный голос прямо сразу в камеру Обе камеры имеют возможность менять оптику А также матрица у них тоже одинаковая EPSC Плюс она имеет стабилизацию Но у Canon эта стабилизация цифровая И она немножко кропает края Это дает возможность вам снимать с рук И быть уверенным в том что Картинка в кадре будет немного плавная Обе камеры имеют автофокус Они следят за твоими глазами Или за объектом который в кадре И ты можешь всегда рассчитывать на то что В кадре будет то что тебе нужно Ну и основная причина по которой я продаю Canon M50 Это отсутствие возможности снимать качественно Full HD видео Это всего лишь 30 мегабит в секунду И MP4 формат Если приглядеться то на видео Canon M50 есть какое-то вот такое Canonское мыло Хотя это выражение было всегда распространено Для зеркальных фотоаппаратов Которые снимали видео И они снимали не полный Full HD А чуть увеличивали И поэтому появлялось мыло Но здесь как будто мыло это тоже присутствует Может быть по наследству передалось Я не знаю Когда вы включаете 4К В этой камере есть возможность снимать 4К То качество детализации увеличивается То есть можно снимать 4К И потом сжимать до Full HD И тогда таким образом получать Full HD Но тут тоже ограничение Кроп увеличивается И картинка становится еще ближе А также теряется автофокус Но это не очень удобно Есть такая модель Canon M6 Mark II Вот там практически те же возможности Только 4К можно снимать не кропнутая Я сначала подумал купить ее Но стал сравнивать И понял, что все-таки Canon это не тот фотоаппарат На котором я хотел бы остановиться сейчас Не дает он ту картинку Которая мне нужна Это точно В Fujifilm есть возможность снимать в Full HD Не только в MP4 Но и в MOV А также можно выставить формат Битности от 50 до 200 Если взять например X-T4 Это одна из топовых камер от Fuji То там есть возможность выставить вообще 400 Мбит Файл конечно весит больше Но качество записи становится реально лучше Также у Fujifilm есть возможность выставить динамический диапазон Сейчас я выставил динамический диапазон до 400 Это автоматически поднимает ISO до 640 Но это особенности такой камеры Но при этом картинка становится детальнее Я даже думал купить себе на Canon Объектив 7.5 Это такой рыбий глаз И снимать его в 4К Для того, чтобы он кропнул это изображение И получился примерно широкий угол Который мне нужен То есть отказаться от автофокуса Но снимать в 4К Но потом я попробовал поснимать в 4К И начал монтировать на своем компьютере Компьютер просто думал очень долго Я терял кучу времени И я подумал, что все-таки мне нужно сменить камеру Которая снимает классный Full HD Я поехал к своему другу И потестировал его камеру У него тоже Fuji Мне очень понравилось, как она снимает Full HD И просто, когда эта камера вышла в продажу Я сразу же ее купил Субтитры сделал DimaTorzok Но есть также и минусы у камеры Fujifilm Которые я для себя отметил по сравнению с Canon Автофокус не такой плавный Когда ты двигаешься, то автофокус какой-то резкий, дерганный То есть он не то, чтобы вот он задерживается А именно переключение с одного объекта на другое Очень резкое Вроде бы есть какие-то настройки Я попытался их там пошевелить Но пока я результата не добился Если вы все-таки знаете, как сделать плавным автофокус на Fuji Напишите мне, пожалуйста У Canon автофокус очень плавный Есть такое ощущение, когда ты смотришь видео Ты даже вообще не обращаешь внимания, что автофокус работает То есть он работает и все То есть он плавно переключается с одного объекта на другой Ты не замечаешь вот этих рывков У Fuji вот рывки, смотрите Причем я тестировал разные объективы Ничего не помогает Везде вот этот вот обрывистый автофокус Ну ладно Это в принципе то, с чем я готов смириться То качество изображения, которое он мне дает Оно, конечно, побеждает Это 100% Субтитры сделал DimaTorzok Также у Fuji отличный выбор оптики Это не 3-4 объектива, которые предоставила Canon для своей серии А это 30 или более объективов только от Fujifilm А также сторонних производителей Можете подобрать любое фокусное расстояние На любой бюджет И, пожалуйста, выбор практически не ограничен Еще у Fuji довольно сложный интерфейс Canon это такое, знаете, как Apple Заходишь, все понятно, все просто Настраивается удобно Fujifilm это такой Android В котором нужно зайти, там, поковыряться Например, когда я поставил мануальный объектив Вот я достал камеру из коробки У меня был мануальный объектив без автофокуса Я не мог тупо сделать кадр Мне нужно было пойти в книжке почитать Как сделать так, чтобы я мог сделать кадр Или записать видео Оказывается, в настройках нужно было пойти И отключить возможность записи видео или фото Без объектива Ну не тупо, если почему сразу нельзя просто снимать черный экран без объектива Ну вот такие нюансы Но зато в этом есть большой плюс Вы можете поковыряться и выставить, например, битность Вы можете поковыряться и выставить, например, динамический диапазон В принципе, к этому меню можно привыкнуть Я уже практически ее все изучил И, наверное, смогу уже в ближайшее время максимально выжимать из этой камеры для своих задач Также кроп у нее не 1.6, как у Canon, а 1.5 Это по сравнению к полнокадровой матрице То есть угол чуть-чуть пошире будет Также я хотел сказать, что у Fuji немного удобнее батарейка То есть, например, если вам нужно достать флешку или заменить батарейку А камера стоит у вас на штативе То у Canon нет возможности, не снимая со штатива, поменять это все У Fuji батарейка вынимается удобней Она потому что расположена не так, а вот так, в ручке Ручка тоже у Fuji удобнее У Canon она есть Я не скажу, что она неудобная Она, ну, довольно удобная, в принципе Но у Fuji она чуть больше И Fuji держать удобнее в руке Вообще, я очень люблю марку Canon И у нас есть полнокадровый фотоаппарат И этой марки, которую мы не собираемся менять И в будущем, если Canon вдруг выпустит камеру, которая будет конкурировать Для вот бытовых целей с Fujifilm Я, наверное, обратно перейду Потому что Canon все-таки очень крутой Я даже рассматривал покупку Canon USR, которая стоит еще дороже Но Fuji дает больше возможностей за меньшие деньги Поэтому я взял Fuji Во-первых, мне было интересно попробовать Сейчас я очень рад от того, что происходит в этой камере Мне нравится, как она снимает Мне кажется, что много функций, которые в ней еще есть, я также не открыл Вот съемка в 4K я вообще еще не притрагивался Мне кажется, что есть возможность снимать очень крутое видео на нее На внешний рекордер можно писать 4.2.2 и 10 бит Это возможности очень крутые Но за эти возможности придется заплатить Fujifilm стоит 1000 долларов Это стоит 600 долларов У кропнутых камер есть возможность сделать из них полный кадр Если вы купите вот такой спидбустер Это спидбустер для Canon, а этот спидбустер для Fuji То вы можете сделать из вашего кропнутого фотоаппарата полный кадр Конечно, не полноценный, но тем не менее Фокусное расстояние у вас будет другим А также светосила увеличится Если сравнивать, как работает Viltrox на Canon и как работает Viltrox на Fuji То это небо и земля Если на Canon он у меня работал шикарно Автофокус следил И меня он в принципе всем устраивал Я бегом купил вот такой же себе и на Fuji То тут меня ждало разочарование Потому что автофокус работает очень плохо Он постоянно двигается, куда-то скачет То есть я думаю, что может быть это исправится прошивками Ну либо мне просто придется сменить вот эту марку Viltrox на другую И где есть автофокус Либо просто отказаться от объективов для Canon И просто покупать уже объективы для Fuji и использовать их Сейчас я поснимаю на Canon, а вы посмотрите разницу Я расскажу вот про батарейный блок Который довольно удобно смещен в бок И когда у вас камера будет стоять на штативе Вам не надо будет снимать ее со штатива, чтобы поменять батарейку Достаточно просто перевернуть и вытащить оттуда все, что вам необходимо У Fujifilm также отворотный дисплей Можете повернуть на себя и снимать себе Вход для микрофона, который чуть-чуть выше находится, чем монитор Это удобнее, потому что когда на Canon вы вставляете микрофон Вот здесь он перекрывает дисплей Здесь он не так сильно перекрывает его Ручка у Fuji вот чуть-чуть побольше И ее удобнее держать, чем на Canon Я не скажу, что на Canon неудобно, но здесь ее держать удобнее Пока мне очень нравится Теперь про спидбустеры Вы одеваете вот такую вот хреновину Она называется спидбустер И дальше можете подключать любой объектив от Canon, который идет на полный кадр Становится вот такая конструкция Сейчас я буду записывать видео на эту камеру И мы посмотрим, какой угол обзора Какую качество картинки дает этот же объектив на обоих камерах Вот сейчас у меня Fuji снимает с объективом Canon 1740 и плюс спидбустер Вроде бы следит автофокус за глазами Теперь та же махинация со спидбустером, но уже для Canon Одеваем спидбустер Вот такая камера становится И я снимаю себя на 1740 уже на Canon M50 Также со спидбустером Вы можете посмотреть разницу Абсолютно одинаковые объективы, но разные камеры Когда я покупал себе M50 Я мечтал снимать вот в таком формате То есть со спидбустером использовать объективы Canon И мне казалось, что это крутой затея Потому что я получаю беззеркальную камеру Которая пишет 4K У которой есть очень крутой автофокус И плюс подходят все объективы Но качество видео мне не понравилось И поэтому я поменял ее на Fujifilm XS10 Я, наверное, скажу, что Fujifilm XS10 мне очень нравится По сравнению с Canon Он снимает очень крутой Full HD Про 4K я молчу, я пока даже еще не сравнивал Вот И мне очень нравятся пленочные пресеты Которые Fuji уже интегрировала прям сразу в камеру Я надеюсь, что я не буду даже его обрабатывать, это видео Я скажу, что Fujifilm для меня Это очень крутая камера Потому что я посмотрел, как она снимает Full HD И я очень доволен И мне теперь не жалко продавать этот Canon Хотя он и очень удобный И у него очень крутой автофокус Но Full HD он не дает мне качественное И Fujifilm гораздо лучше И вот та разница в цене, которая между этими камерами Я, наверное, заплатил именно за то, чтобы не сидеть и не возиться с 4K Не перегонять их в Full HD И потом не монтировать Это просто издевательство над компьютером Поэтому, если вам нужно Full HD для съемки блога Лучше подкопить и купить, наверное, Fujifilm, нежели покупать M50 Но если у вас не очень требовательное отношение к качеству То вы можете использовать M50 В целом, это очень крутая камера от Canon Разница лишь в картинке Вот в этой Субтитры сделал DimaTorzok